Глеб Ружковский Здравствуйте Заплатил налоги и спи спокойно Вот эта рекламная фраза Начало, по-моему, двухтысячных Она как-то очень хорошо прижилась И, в общем-то, не потеряла, наверное, актуальности и сегодня И вот как раз сейчас подходит очередной срок уплаты имущественных налогов Так вот, когда он подойдет И какие налоги считать имущественными? Что облагается? Ну, у нас этот единый срок, он уже, наверное, в течение трех лет Это срок 1 декабря, то есть до 1 декабря В данном случае 2020 года У нас все физические лица, собственники имущества Соответственно, движимого, недвижимого земельных участков Те, на кого не распространяются льготы Соответственно, должны этот налог уплатить Если говорить про льготы На самом деле законодательство достаточно сложное Категории достаточно много Самая распространенная категория льготников Это у нас пенсионеры Но пенсионеров льготируются не все объекты Соответственно, льготируются по одному объекту Из каждой категории То есть если у нас у пенсионера есть три квартиры То льготируется из этих трех квартир только одна Ну, соответственно, если по одному объекту То есть за две он будет оплачивать налог? Да, за две он будет оплачивать налог То же самое касается там дачных домиков Соответственно, по налогу на имущество И льгота, соответственно, не распространяется на транспортные средства На транспортный налог Там перечень льгот, он довольно-таки ограниченный Там многодетные семьи, инвалиды, ветераны и так далее То есть достаточно необширная категория лиц Которые могут на него рассчитывать И там есть ограничения Льготируются транспортные средства С мощностью двигателя до 100 лошадиных сил То есть надо не только, чтобы ты к категории относился Но еще, чтобы транспортное средство подходило под эту льготу То есть неплохо бы, чтобы у тебя автомобиль попроще был Ну, как бы да, рассчитаны льготы Там на автомобили, которые выделяли Там в качестве различных подарков Субсидий ветеранов и так далее То есть, ну, чтобы человек получил машину И с нее как бы ничего не платил Я хочу вернуться к трем квартирам, например, пенсионера Он будет за две уплачивать налог А вот эти три квартиры, наверное, имеют разный налог Вот какая именно из них будет идти по льготам? Ну, вообще, льготироваться будет та, с которой налог наибольший То есть в пользу людей сделано Но есть право выбора То есть, по идее, любой человек, да Любой пользователь льгот может выбрать тот объект Который он хочет, чтобы льготировался Ну, по общему правилу устанавливается на самый На объект с наибольшей стоимостью Катастрофы, соответственно, с наибольшей суммой налогов А давайте еще раз перечислим все-таки Вот я поняла Автомобили, квартиры, земельные участки Что еще входит в имущество? Все имущественные налоги Ну, движимое и недвижимое имущество Там могут быть, соответственно, по налогу на имущество Различные офисные помещения Собственностью юридических лиц Гаражи, наверное, да? Гаражи, да Ну, то есть, объекты, там, любые объекты Недвижимое имущество зарегистрированы в Росреестре, скажем так И вы сказали, что до 1 декабря 1 декабря уже не входит До 1 декабря, да, должен быть платеж То есть, если человек заплатит 1 числа или 2 То там за один день начнут начисляться пень Да понятно, что с учетом ставки рефинансирования Там за один день это не такая критическая Большая сумма, там, копейки, но все равно А за какой год мы уплачиваем налоги? Вот если, например, квартира была куплена, скажем, в 2020 году Или автомобиль продан в 2019? Налоги уплачиваются за предыдущий год То есть, в 2020 году мы платим налоги за 2019 год То есть, если объект приобретен непосредственно в 2020 году То платить за него начнете в следующем году, в 2021 А если продана квартира была или машина в 2019? Ну, вопрос в том, сколько она находилась во владении Соответственно, если вы продали, да, то есть там расчет Пойдет по количеству месяцев владения Скажите, пожалуйста, а кого затрагивают налоги? Кто должен их оплачивать? Да, по сути, все физические лица У которых в собственности есть то или иное имущество То есть, это, наверное, самая обширная категория налогоплательщиков То есть, там порядка двух с половиной миллионов жителей области Наверное, являлись плательщиками налогов имущественных То есть, ну, обширная категория Причем налоги очень важные А почему они важные? Потому что это источник формирования бюджетов Причем бюджетов не федеральных, а бюджетов именно местных и региональных Потому что транспортный налог, к примеру, это поступает на бюджет субъекта Он по сумме, если говорить, наверное, по количеству объектов Самый большой, самый значимый И земельный налог, это, соответственно, налог, который полностью поступает в бюджеты муниципалитетов Муниципальных образований Ну, соответственно, и налог на имущество, он тоже поступает в местный и региональный бюджет Ну, сегодня, наверное, никто не ждет уже, что в почтовый ящик придет письмо от налоговой инспекции с суммой налога Ну, смотрите, этот процесс, он, в принципе, из года в год проходит плюс-минус одинаково Единственное, что в этом году из-за ограничительных мероприятий, да, связанных с распространением коронавирусной инфекции У нас уведомления не просто позже начали поступать Если в том году первые уведомления люди начали получать в июле месяце То, соответственно, в текущем году уведомления начали отправляться Их начали, соответственно, люди получать с сентября месяца То есть важно понимать, что есть несколько способов получения этих уведомлений То есть если ты являешься пользователем личного кабинета налогоплательщика То есть зарегистрированного в системе То уведомление тебе не отправляется, оно тебе просто в электронном виде выгружается в личный кабинет Если ты пользователем не являешься, соответственно, тебе это уведомление через центр массовой печати То есть Москва определяет в зависимости от нагрузки, какой центр будет эти уведомления печатать Там это может печататься Нижний Новгород, может печататься Казань В зависимости от расположения центров Соответственно, они начинают рассылку массовую И, соответственно, человеку все эти уведомления направляются заказными письмами с уведомлениями А, то есть все-таки в почтовый ящик-то приходят. Нет, само априори, само уведомление в почтовом ящике никогда не лежит. Лежит, соответственно, уведомление, что на ваше имя поступило заказное письмо. Соответственно, это дополнительная, наверное, сложность и проблема, потому что ты должен прийти на почту. К сожалению, у нас там тоже мы знаем, что ряд почтовых отделений закрыт. То есть возникают дополнительные проблемы у людей с получением этих налоговых уведомлений. Поэтому из года в год мы людям говорим, что необходимо быстрее переходить на личный кабинет. Потому что человек, один раз посетив налоговый орган, взяв пароль, причем можно прийти в абсолютно любую инспекцию, не обязательно по месту прописки. Можно прийти в абсолютно любую инспекцию, соответственно, вам выдадут пароль, с помощью которого вы каждый год будете получать эти уведомления и избавляетесь от необходимости от стояния в очередях, там, вхождение на почту, вхождение в инспекцию с заведомлениями. И кроме того, этот личный кабинет, он дает там достаточно много преимуществ, полную обратную связь с налоговым органом, там сокращенные сроки рассмотрения обращений и так далее. То есть на самом деле это очень удобно, прогрессивно уже достаточное количество людей. Ну, по моим данным, по-моему, порядка 800 тысяч у нас пользователей личного кабинета. Постепенно это количество растет, соответственно, надеюсь, мы когда-то придем к тому, что, в принципе, мы от этой бумаги уже уйдем. Потому что, ну, это лишние затраты, как для бюджетов разных уровней. Ну, и просто банально для людей это неудобно. Тем более, что на текущий момент уже есть и мобильные приложения, соответственно, которые позволяют с помощью пароля для личного кабинета, также в своем телефоне видеть все начисления. И, соответственно, можно написать, если что-то неправильно, посчитать на обращение, чтобы тебе пересчитали. Поэтому, в первую очередь, это удобно. И в этом году очень важную вещь мы сделали, потому что, я уже сказал, да, что у нас закрытый ряд почтовых отделений. У нас, соответственно, из-за сложной ситуации некоторые инспекции не осуществляют прием граждан. То есть нельзя прийти и получить уведомление. Поэтому в этом году Федеральная налоговая служба пошла, скажем так, на уступки и разработала возможность вообще дистанционно оплатить налоги и, соответственно, получить УИН, уникальный идентификатор начисления, который позволяет вообще без визита в налогу орган, соответственно, оплатить налоги. Этот УИН позволяет оплатить налоги через сайт Федеральной налоговой службы налог.ру. Там есть прямо раздел «Оплата налогов» и оплата по этому УИНу. Он там называется, по-моему, индекс документа. Соответственно, это 20-значный числовой код. Либо через онлайн-банки тоже можно оплатить по этому УИНу. Либо через банковские терминалы. То есть на текущий момент, в текущем году вы можете... У нас на сайте размещены телефоны горячих линий инспекций. Вы звоните на этот телефон горячей линии, говорите данные свои, которые позволяют вас идентифицировать, включая паспортные данные, там серия номер паспорта. И, соответственно, сотрудники диктуют вам этот УИН. То есть вы его записываете, с помощью него уже ходить никуда не надо, вы абсолютно все можете заплатить. Причем важно понимать, если у вас там есть машина и, соответственно, там налог на имущество, квартира, допустим, да, то там будет два УИНа. То есть на каждый вид налога свой УИН. Или три. Ну, или три, в зависимости от того, что у вас там, может, земля еще есть. То есть если мы говорим про две машины, понятно, УИН будет один. Но на каждый вид налогов, да, свой УИН, поэтому вам его диктует, там не так легко, да, он двадцатизначный. Но, тем не менее, пошли мы на встречу людям, чтобы не надо было ходить, тем более, ну, обстановка, скажем так, непростая, все об этом знают. Кроме того, создан нами на базе управления электронный почтовый ящик налог 2020 R6300 собаконалог.ру, на который можно заявку направить, соответственно, указать, опять-таки, свои паспортные данные, фамилии, имя, отчество. И, соответственно, обратным письмом вам тот же УИН отправит и вышлет. Ну, это просто для того, там, потому что телефоны, к сожалению, да, вот этих горячих линий, они немного канальны. Если человек, ну, не может дозвониться, он просто отправляет на эту электронку письмо, и, соответственно, ему в ответ этот УИН приходит. Тоже, в принципе, достаточно легко, тем более, что, ну, если ты пользуешься, например, мобильным устройством, да, то скопировать и вставить гораздо проще, чем записывать этот УИН там на листочки. То есть мы на это пошли, такая возможность есть. Совсем недавно это сделано, но люди уже на нас начинают этим пользоваться. То есть, ну, мы видим, и заявки на ящик поступают, и телефоны горячей линии в инспекциях, соответственно, ну, достаточно активно используются у нас налогоплательщиками. На самом деле, вот ресурс налоговой системы, личный кабинет, это очень удобный и продуманный ресурс. Вот единственное, что, может быть, у людей пожилого возраста есть какие-то опасения, что они не смогут разобраться, не смогут понять? Ну, на самом деле, там максимально все сделано понятийно и понятно. Соответственно, для людей пожилого возраста, ну, у большинства есть, да, дети, внуки, которые помогут в крайнем случае, да, воспользоваться, открыть, посмотреть и заплатить. Поэтому, ну, в принципе, те же люди пожилого возраста, ну, не всем, наверное, легко и просто, да, выстаивают в очередях за этими налоговыми уведомлениями. Тем более, я уже сказал, что, на самом деле, большинство пенсионеров, да, они являются льготниками, ну, не так много из них являются плательщиками параллельно каких-то налогов. То есть, у нас не так много людей, у которых по несколько объектов недвижимое имущество, там, или по несколько объектов транспортных средств. Если вы только что подключились, в эфире Горда Эсс сегодня Глеб Ружковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области. Мы говорим, конечно же, про налоги. И вот, возвращаясь к фразе о том, что заплатил налоги и спишь спокойно, а вот что, собственно, влияет на спокойный сон? Чем грозит неуплата имущественных налогов в установленный срок? Ну, грозит, в первую очередь, тем, что вы в конечном итоге, с учетом произведенных различными федеральными органами, включая налоговую затрат, заплатите налогу больше, чем вы должны были заплатить его сами и в срок. Процедура взыскания, она, в принципе, уже тоже годами не меняется, она плюс-минус одинаковая. То есть, прошел срок уплаты 1 декабря, формируется список тех людей, которые налоги, соответственно, не уплатили. Этим людям дальше централизованно направляется требование об уплате налога, то есть, это еще один документ, еще один последний шанс, в котором там в досудебном порядке можно, да, с пенями, которые уже, соответственно, насчитываются за определенный период времени, но все-таки без каких-либо особых последствий этот налог заплатить. Если в сроке, указанные в требовании, человек налог все-таки не оплачивает, у нас уже начинается процедура принудительного взыскания, соответственно, формируется заявление о выдаче судебного приказа. Это заявление о выдаче судебного приказа направляется в мировой суд, соответственно, мировой суд его рассматривает, опять-таки, уведомляет налогоплательщика, а, соответственно, если налогоплательщик там не является ничего, не поясняет, налог не оплачивает, нам выдают судебный приказ. Соответственно, мы этот судебный приказ обрабатываем, направляем в службу судебных приставов. Соответственно, служба судебных приставов возбуждает в отношении вас исполнительное производство. Вы понимаете, да, что сколько времени проходит до того момента, как возбуждено исполнительное производство, и сколько уже начислено пени, да? Все за это время, да, пени за это время капают и капают. И с учетом того, что приставы возбудили исполнительное производство, то если вы в течение пяти дней не оплачиваете, соответственно, вам еще 7% сразу автоматом к сумме. И в рамках исполнительного производства там у приставов есть ряд мер, которыми они обеспечивают взыскание. То есть то, что делается практически всегда, это арест на запрет на право совершения регистрационных действий с имуществом, это ограничение выезда в зависимости от суммы. То есть там, если более двух месяцев не оплачен судебный приказ на сумму свыше 10 тысяч рублей, то приставы по ходатайству взыскателя налагают запрет на ограничение выезда за территорию Российской Федерации. Соответственно, ну, возможно такая мера, как арест, да, то есть все, наверное, знают, многие видели и сталкивались. У нас есть такая система, которая называется дорожный пристав. В области, она у приставов есть, они и пользуются, соответственно, останавливают машины. Арест имущества или арест неплательщика? На посту нет, арест имущества. То есть, ну, приятного мало, да, когда тебя на посту остановили, ты ехал на машине, у тебя машину арестовали. Пошел пешком. Ты еще пошел пешком, да, мне там предлагают заплатить на месте, если ты не оплачиваешь, только тогда арестовывают машины. На самом деле, достаточно действенная мера, достаточно значимые поступления. Приставы активно пользуются, но в первую очередь это не сильно приятно, да, каждый день ездить на своем автомобиле и думать, остановят тебя, заберут его или нет. Поэтому, ну, крайне рекомендую не дотягивать до, соответственно, до приставов и вообще до формирования и начала нами взыскания в принудительном порядке. Потому что я вот озвучил вам ступени, да, люди должны понимать, что плюс ко всему это колоссальные затраты из бюджета государства. На судебные издержки. Ну, да дело даже не только в судебных издержках, вы просто посчитаете, сколько бумаги на то, чтобы с человека взыскать то, что он должен заплатить сам. Сколько трудозатрат людей в трех ведомствах, колоссальная нагрузка на службу мировых судей, то есть, ну, очень большое количество этих судебных приказов. То есть, мы посмотрели, у нас с начала года сформировано порядка 200 тысяч. То есть, это очень много. Много, то есть, ну, смотря с чем сравнивать. То есть, если брать портрет, да, примерно, то вот до крайней стадии доходит примерно, до крайней стадии, я имею в виду, до взыскания в рамках исполнительного производства, ну, процентов 10, наверное, от тех людей, которые, в принципе, эти налоги должны заплатить. То есть, так, если говорить, это достаточно немного, но если говорить в деньгах, то у нас начисления вот в том году были порядка 7 миллиардов. И вот посчитайте, что 10% из этих 7 миллиардов бюджета различных уровней, ну, поступает, но поступает со значительным опозданием. Соответственно, это сложности в планировании, в реализации программ там, да, в том числе и социальных программ, это школа, детские садики. То есть, ну, это затрудняет, в принципе, и осложняет органы власти очень сильно жизнь. Поэтому очень важно, чтобы у нас, у людей, наконец-то, начала формироваться налоговая грамотность и ответственность. Потому что, если говорить вот о юридических лицах, для меня, на самом деле, я не понимаю, почему так. Это может быть что-то из области психологии. Вот если говорить о налоговой дисциплине юридических лиц, то она у нас вот одна из самых высоких стабильно по стране. В регионе. В регионе. То есть, у нас юридические лица, стоящие в регионе, они уплачивают в сроки и вовремя. Но если говорить о физических лицах, то она, да, она из года в год немножко улучшается, становится выше. Но, к сожалению, да, она, там, ближе к концу списка, не то, что в Российской Федерации, а в привозке в федеральном округе. То есть, мы достаточно значимую часть добираем не в срок уплаты, да, добираем с помощью мер принудительного взыскания. Что, соответственно, не есть хорошо. Поэтому ко всем хочу обратиться, что, ну, надо привыкнуть, да, что этот срок, он раз в год. И что раз в год нужно позаботиться, чтобы спать спокойно о том, что нужно заплатить налоги. Да, как раз из области психологии и хотела с вами поговорить. Может быть, не задача этого эфира, да, в общем, так происходит. Ну, подводя итог под всем, что вы сейчас сказали, это колоссальная потеря времени, нервных клеток, ну и денег. Так, время, нервные клетки, деньги, причем не только, да, у того человека, который не заплатил, но и у всех, кто занимается этим взысканием. То есть, ну, есть более, да, там, серьезные, наверное, там, с чем, ну, я про суммы говорить не буду, да, но там у приставов есть тоже значимое, там, исполнительное производство, да, там, значимое для взыскателей. То есть, они, наверное, больше сил и более качественно бы это делали, если бы в таком объеме не поступали от нас вот эти вот заявления по физическим лицам. Ну, то есть, ну, понятно, что это работа, работа наша, работа приставов, но, тем не менее, все должны помнить, что в Конституции обязанность уплачивать налоги, она прописана. То есть, если ты являешься гражданином, для тебя должно быть нормой, по идее, что у тебя есть срок, и в этот срок ты хочешь, не хочешь, ты должен, соответственно, налоги уплатить. И в текущем году, наверное, особенно важно, чтобы люди понимали, ну, говорю это, деньги, в первую очередь, регионального и местного бюджетов. Очень много мер поддержки оказано как на федеральном уровне, так и на региональном, так и на местном уровне, как предприятиям, ну, чтобы поддержать, да, их в сложной ситуации, связанной с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Так и люди мероподдержки, там все получали пособия на детей. В масштабах страны это колоссальные деньги. И в масштабах области, там, да, каждая копейка на счету все равно и мероподдержки, и перенос срока уплаты налогов, и различные субсидии, чтобы сохранить эти рабочие места. То есть, ну, правительство, государство в этот тяжелый год, оно сделало максимум и просьба большая у людей, как бы, поддержать вот эти вот начинания, потому что все должны понимать, что в том числе и за счет вот этих вот средств эти мероподдержки реализуются. Я надеюсь, что в следующем году, да, не придется такие экстренные меры правительству предпринимать, что у нас все-таки ситуация нормализируется, и все у нас будет хорошо. Но, тем не менее, вы должны понимать, что, ну, эти деньги, в том числе, на вас же и расходуются. Причем, зачастую, даже в большем объеме, чем по факту они уплачиваются в бюджет. Глеб Александрович, ну, все-таки, учитывая действительно очень сложную ситуацию этого года, можно ли получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, если уже кто-то вот просто физически не может? Можно, причем механизмы, они прописаны в 409-м постановлении, но это, наверное, самые легкие механизмы. Это, если предприятие у нас работает в пострадавшей отрасли, соответственно, ну, перечень АКВД включен в постановление правительства, то оно может обратиться с заявлением о представлении отсрочки, там смотрятся показатели его деятельности. Если у него показатели, там, упали на, там, определенное значение показателей в зависимости от прошлого года, ну, там в основном идет сравнение по выручке, то без каких-либо дополнительных гарантий про учительство он может получить отсрочку. Соответственно, у нас достаточное количество предприятий этим уже воспользовалось, там отсрочено по области порядка 400 миллионов рублей. Соответственно, кроме этого, кроме постановления, да, вот этого вот по поддержке, по мерам поддержки в рамках распространения коронавирусной инфекции у нас есть глава кодекса, который, в принципе, любому предприятию или даже физическому лицу позволяет претендовать на получение отсрочки. Единственное, а если мы говорим о предприятиях, там есть целый закон прописанный, соответственно, там должны быть определенные показатели баланса, то есть нужно все это просчитывать, не все, соответственно, могут рассчитывать, там достаточно жесткие условия. Если говорить про физических лиц, соответственно, ради бога, единственное требование – это обеспечение, соответственно, либо договор залога имущества оформляется с налоговым органом, что, в принципе, тоже не сильно проблематично, ты с этого имущества налог и платишь, либо, соответственно, поручительство какого-то третьего лица, соответственно, тоже обеспечено какими-то активами. Поэтому обращайтесь в инспекции, инспекции рассматривают, инспекции стараются помочь. Вообще вот эти вот все механизмы, отсрочки как для физических лиц, так и для юридических лиц – это, наверное, то новое, что мы стараемся делать. То есть в первую очередь, если раньше у нас были в основном процессные меры, то есть выставить требования, наложить инкассовые, то мы со своей стороны как управление и, соответственно, центральный аппарат службы нас как управления ориентируют именно на управление долгом. То есть мы в первую очередь сейчас смотрим на то, чтобы предприятие у нас продолжало жить и продолжало платить налоги. То есть ни в коем случае не стоит у нас задача кому-то помешать, кому-то помешать, да. Наоборот, задача перед нами стоит помочь. И вот я со своей стороны надеюсь, что все инспекции со своей стороны, они стараются как раз-таки сделать так, чтобы предприятие продолжало платить. То есть ни в коем случае своими мерами предприятию не помешать. Но в то же время, да, это две стороны медали. Если мы видим, что у нас злостный неплательщик, который там из квартала в квартал, с год в год нарушает сроки, не платит, ну, соответственно, извините, мы меры принимаем как положено и как мы можем их принимать в соответствии с кодексом. То есть если приходит человек, понимает к нам, что вот предприятие там или физическое лицо, что вот проблема, что я оплачу там в течение трех месяцев образно, мы стараемся сделать все, чтобы своими мерами ему не навредить. То есть, ну, если мы видим картину, что на контакт с нами никто не выходит, соответственно, продолжается вот эта вот неуплата, она систематичность носит. То есть, ну, вообще сроки никакие оплаты не соблюдается, но, соответственно, инспекция соответственные меры принимает и счета блокирует. То есть важно понимать, да, что мы открыты для диалога. То есть задача кому-то навредить, да, и помешать работать не стоит. Стоит задача обратная, помочь и сделать так, чтобы все было четко, понятно и в рамках, соответственно, закона, чтобы это было удобно как для нас, так и для налогоплательщиков. Ну и завершая, наверное, может быть разговор вот об уплате имущественных налогов. А возможно ли, в принципе, такое, что в налоговом уведомлении указана, ну, некорректная информация или человек не согласен вот с данной суммой, может ли он ее оспаривать? Возможно. Как это решается? Это бывает не так часто, но это возможно. Вы должны понимать, да, что налоговый орган, он вообще производит расчеты, начисляет налоги, исходя из тех данных, которые ему выгружает, там, Росреестр или КИБДД. То есть мы не являемся источником изначальной информации. То есть какие нам данные пришли, там, о лошадиных силах, о кадастровой стоимости, о площади, соответственно, те данные мы используем. Если вы видите, что что-то не так, вы не согласны, соответственно, есть возможность обратиться с заявлением, с приложением подтверждающих документов в налоговый орган. Это можно сделать даже без регистрации в личном кабинете через сайт налог.ру. Соответственно, вы обращаетесь, говорите, у меня у машины неправильно указаны лошадиные силы. Прикладываете нам паспорт транспортного средства, там, или техпаспорт. Мы, соответственно, этот документ смотрим, видим, что да, действительно так. Так, направляем запрос по системе межведомства электронного взаимодействия в КИБДД. Просим уточнить, соответственно, ну, лошадиные силы у машины в соответствии с заявлением. КИБДД смотрит, да, там, приводит, к примеру, кто-то может ошибся. Присылает нам обратно данные, мы вам налог пересчитываем. Проблем абсолютно никаких нет. Поэтому, если вы видите, что что-то явно неправильно, обращайтесь. А единственное, если вы не согласны с кадастровой стоимостью, то к нам обращаться бесполезно. Соответственно, у нас есть комиссии, созданные при Росреестре, которые этим вопросом занимаются, да, по оспариванию кадастровой стоимости. Есть возможность обратиться в суд с пересмотром кадастровой стоимости. Поэтому, вот, с этими вопросами можете к нам не обращаться, мы просто, пока не будут внесены соответствующие данные в регистрирующие органы, да, связанные с кадастровой стоимостью, мы сделать ничего не сможем. Но механизмы эти тоже есть, они тоже работают. Глеб Александрович, и в завершении, не могу не спросить, у вас в этом году у налоговой службы России юбилей? 30 лет, это же юбилей, да? Да, у нас в этом году мы отмечаем 30 лет, не только мы, а все налоговые органы Российской Федерации. В этой связи я хочу коллег всех поздравить, у нас коллектив очень большой, у нас порядка 3,5 тысяч сотрудников в области только работает. Соответственно, нагрузка на людей очень большая, да, вот, если 3,5 тысячи и количество населения, количество налогоплательщиков сравнить, то понятно, что на одного сотрудника нагрузка приличная. Я знаю, что все люди на самом деле стараются, да, там, иногда бывают какие-то к ним вопросы, но абсолютно на всех уровнях, в инспекциях и, соответственно, в управлении мы стараемся всем помогать. Поэтому хочу людям в первую очередь сказать огромное спасибо за ту большую и огромную работу, потому что люди сидят и вечерами, люди выходят и в выходные дни, в том числе, чтобы распечатать вот эти самые уведомления, сформировать пакеты документов. Поэтому всем сотрудникам большое спасибо, мы вашу работу видим, мы ее очень ценим, счастье, и, наверное, в текущем году самое главное, чтобы здоровье у всех позволяло выполнять на должном уровне свою работу. Благодарю вас, и наш телеканал, естественно, также присоединяется к поздравлениям. Увидимся в городе ЕС. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok